Сегодня я предлагаю поговорить об одном из рассказов Антона Павловича. Кстати, почему Антон Павлович, собственно? Это еще один мой грех. В недалеком прошлом я была научным сотрудником Центра по изучению творчества как раз таки Чехова. Ну и плюс в этом году, 155 лет со дня рождения Чехова, грех не упомянуть. Тем более, как мне представляется, как раз таки творчество Чехова очень удобно для обсуждения именно в таком формате, потому что произведения довольно небольшие и, соответственно, у тех, кто приходит ко мне на встречу, есть возможность прочитать текст целиком для того, чтобы понимать вообще, о чем мы будем говорить. И, соответственно, сегодня мы с вами обсуждаем вот этот самый овраг. Причем, что хочу отметить, когда я говорила своему начальству, говорю, да вот мы продолжаем проект, да здорово, очень классно, а что будете разбирать? Я говорю, в овраге. Первая ее реакция, с ума сошли. Я говорю, почему? Такое страшное произведение. Ну, это же тоже есть. Ну ладно, разбирайте. Вот поэтому будем с вами сегодня разбирать. Да, итак, овраг. Сегодня мы говорим об одном из произведений, которое, как говорят критики, в нем реализовывались воспоминания Антона Павловича о жизни в Мелехове. И очень многие современники Чехова писали ему о том, что узнают в тех описаниях, которые он давал Сеул у Клеева, в котором происходит действо, узнают именно Мелехова, узнают вот эти особенности быта, особенности жизненного уклада. И, естественно, мы вслед за Чеховым воспроизводим во внутреннем своем мире вот эти позиции. Причем, в прошлый раз, когда мы собирались, мы тоже обсуждали рассказ Чехова, но, правда, другой рассказ «Жена». И один из участников нашей дискуссии высказал такую мысль, очень интересную, что по произведениям художественной литературы, лишь по произведениям художественной литературы можно узнать историю, настоящую историю. Не ту историю, которую мы с вами читаем в учебниках, да, мы же с вами знаем, история каждый раз переписывается. Смена власти, новые учебники, новые трактовки. А ту историю, которая была на самом деле. Можно с этой позиции поспорить, да, но какое-то зерно в ней явно есть, потому что, естественно, когда мы с вами пишем что-то, или когда мы что-то рассказываем, когда мы пытаемся творить, в этом всем проявляется наш опыт, вольно или невольно. И, естественно, да, произведение художественное – это отражение опыта, пусть переплавленного, писателя. Если мы будем говорить о самом произведении, то что надо отметить? А отметить стоит, да, вот это место. Очень забавная ему дается характеристика. Кроме того, что село находится в овраге, и именно, да, поэтому мы получаем такое название рассказа. Главная характеристика этого села – как узнают, что речь идет об этом селе, как вообще люди вспоминают об этом населенном функте. То самое, где дедячок на похоронах всю икру съел. Все, ни в каком другом варианте, да, ничего более примечательного нет в этом месте. И мы с вами вслед за автором понимаем, насколько это непримечательное место жительства, да, то есть там не происходит ничего. Вы же понимаете, какой должна быть скучной, однообразной жизнь для того, чтобы самой яркой характеристикой было поедание икры. Мне, честно говоря, сложно представить, но если мы с вами, да, вспомним исторические реалии, то понятно, что действительно никаких развлечений, которые, например, которые мы себе сегодня можем позволить, в те времена, безусловно, не было. И, естественно, что жизнь не отличалась на разнообразии. И, тем не менее, да, те события, которые будут впоследствии показаны – это, наверное, еще одна такая позиция, которая может быть затем вынесена вот в такую характеристику села. Почему так? Да, потому что то, что происходит, то, какая драма в итоге разыграется, да, нам скажет очень многое. И у жителях села в том числе. Ну, а еще одна характеристика вот этого самого села – лихорадка, грязь, отбросы фабричные. Вы помните, что в топосе, да, то есть вместе, есть такое понятие, как хронотоп – время-место. И, естественно, когда мы с вами анализируем, какое бы то ни было произведение, мы не можем не учитывать тот контекст, в котором происходят какие-либо события. Потому что эти топосы, они меняются. И если мы будем говорить о композиции произведения в целом, то надо отметить, что всего в рассказе 9 частей, каждая из которых посвящена кому-либо или чему-либо. И если мы пробежимся с вами, да, по этим частям, то что мы с вами увидим? Первая часть – это, собственно, овраг. Это и топос, и нам дается вот такое погружение, нас помещают в этот самый овраг для того, чтобы мы с вами могли понять те события, которые будут происходить дальше. Вторая часть посвящена уже персонажу, и тут нам надо с вами понять вообще схему тех самых действующих лиц, основных, которые задействованы в этом рассказе, и отношения между ними. Все, в общем-то, просто. Мы в основном с вами сталкиваемся с семейством Цибукиных, главой Григорием, его сыновьями Анисимом и Степаном. И, естественно, что у всех есть супруги. Варвара у отца семейства, Липа у старшего сына, тут иерархически показаны отношения в семье, у Степана младшего сына Аксинья. И, пожалуй, это одна из важнейших особенностей этого рассказа. Три женских образа. И именно на них строится весь дразматизм ситуации, вся коллизия сюжетная. Не на мужчинах, как это принято в большинстве случаев. Да, такой парадокс здесь становится важным именно женское начало. Но оно предстает в очень своеобразном виде, надо сказать. Да, и очень специфически показаны женщины. Есть ряд исследований, которые и построены именно на анализировании женских образов в этом рассказе. И это неспроста. Потому что, если мы с вами вспомним текст, то вспомним, что Липа, как перед нами предстает, такая очень кроткая, серая мышка. Варвара – некая попытка гармонизирующего начала, показать гармонизирующее начало. А Ксинья, конечно, начало демоническое. И такая у нас получается своеобразная триада очень интересная. И мы с вами подробно на ней сейчас остановимся. Потому что это как раз-таки ключ к пониманию всей этой истории, которая разворачивается, всей драмы, которая разворачивается во враге. Почему начала об этом говорить? Потому что вторая часть, вернемся к нашим девяти частям, как раз-таки посвящена Липе. Мы знакомимся с Липой, мы узнаем этого персонажа. Третья часть, собственно, посвящена свадьбе Липы и Анисима, поскольку Степан-то уже женат. Опять же, парадокс. Младший женился раньше старшего. Непорядок. Надо старшего пристроить. Как у нас это водится и в художественных произведениях, и в жизни зачастую. Далее. Четвертая часть. И связанная с ней пятая очень близки. Почему? Потому что в четвертой части можно говорить о том, что происходит отъезд Анисима. А в пятой части выясняется, что те деньги, которые он в свое время добыл, это деньги фальшивые. И попадает Анисим в итоге в места не столь отдаленные. Следующая часть, шестая, это рождение сына Никифора. И это тоже очень символичный момент, очень интересный. Но самое занимательное в этом всем, да, смотрите, мы с вами дошли, пробежались по шести частям, а нигде даже и не прозвучало слово кульминация. Шесть частей из девяти. Так вот, как раз таки мы к ней подбираемся. Седьмая часть, это, собственно, да, тот спор, тот накал, становится очевидным, который есть в этом произведении. И смерть Никифора, да, очень быстрая, как вы понимаете, потому что мы говорим о том, что в шестую часть он появляется, а в седьмой части его уже не стало. И после кульминации, естественно, да, все идет на спад. И дальше мы сталкиваемся с таким рефлексивным несколько повествованием, потому что и краски глуше, и эмоции не столь яркие, и как-то повествование более плавным становится. Все меняется. И мы понимаем, что дальше мы имеем дело с последствиями уже. С тем, что... С тем, как жить дальше, с пониманием того, как быть дальше, что же делать, как будут находить себя в жизни эти персонажи, так или иначе. И, собственно, последняя часть, да, девятая, это торжество Аксиньи. Бесконечное. И мы с вами в самом начале, когда давали характеристику трем женским образом, сказали, что Аксинья в целом ассоциируется с началом демоническим. И получается, что рассказ в Авраге – это произведение, которое переворачивает стандартное наше представление. Обычно все-таки так или иначе, но добро торжествует. А здесь ситуация обратная. Здесь побеждает зло. И очень много позиций, которые говорят именно об этом. Этот смайлик появляется тут неспроста. К чему бы это? Возникает вопрос. А все очень просто. И я хочу задать вам один вопрос. Дело в том, что одной из сфер моего интереса научного является изучение улыбки. Когда-то я даже диссертацию по этому поводу написала. И занималась именно тем, что изучала, как в нашем сознании, как в художественной литературе описываются улыбки. Как мы их с вами номинируем, какие существуют наименования, как мы их модифицируем. И, соответственно, вопрос мой заключается в следующем. Ваши ассоциации по поводу улыбки. Это хорошо, это плохо, какие-то другие мысли по этому поводу. Что есть улыбка? Хорошо. Это хорошо сказала, Яна улыбаясь, безусловно. Я не могу не улыбаться. Так это здорово. Не обязательно. Возможно, просто человек доволен чему-то плохому, что сделал. Ага. Не важно. Радость самого человека. Да. Так, еще какие варианты? Искренность. Искренность. Это сигнал от доброго и намерения. Ну, то есть, некое обозначение того, что другой воспринял ситуацию не как ситуацию, например, с агрессией. Да. Именно так. На самом деле, если мы с вами... Тут сразу видно, у кого какой опыт, кто с чем сталкивался и как воспринимает. Нет. Вы же понимаете, да? Нет плохих и хороших ассоциаций. Они просто есть. И это классно. Так вот, когда я начала заниматься улыбкой, было это много лет назад, естественно, я мыслила примерно так же, как я, она и Маша. Улыбка – это хорошо. Априори. Но по ходу исследования оказалось, что в русском языке не зря существуют, кроме улыбки, еще такие номинации, как усмешка и ухмылка, например, и производные глаголы. И, естественно, что сразу же значения расходятся. Но все это вместе улыбка. Потому что если мы с вами рассматриваем улыбку как растянутые в сторону губы, усмешка это подразумевает, ухмылка тоже. Другой вопрос, что будет разная модификация и наполнение, да, значение, которое будет нести вот эта самая улыбка, тоже будет разно. Плюс, если мы погрузимся в тексты, погрузимся в те описания, которые дают разные авторы, то мы с вами увидим, что далеко не всегда улыбка описывается как что-то положительное. И вы правы, абсолютно. Потому что, ну тут вот отвлекусь, у меня есть любимый фрагмент из Достоевского, где описывается улыбка, но, обратите внимание, улыбка изменилась по его лицу. Простите, это что за улыбка была? Я, когда первый раз столкнулась с этим фрагментом, думаю, ого, не хотела бы я встретиться с таким человеком. Потому что очевидно, что положительных намерений у такого персонажа, да, улыбка которого описывается таким образом, быть не может априори. У Тургенева есть совершенно замечательный пассаж по поводу одного, тоже женский персонаж. Когда она улыбалась, ее лицо было похоже на пирожное. Тоже сомнительная такая, знаете ли, коннотация, да, значение. Потому что понимаешь, что, ну я, по крайней мере, называю таких людей мистер сиропчик. Когда чересчур, да, когда признак выражен в максимальной степени, и ты понимаешь, что это неспроста, это неестественно, это не настоящее, это маска. Да, сразу вот возникает где-то там мысль, а что же на самом деле? И таких примеров, таких фрагментов, на самом деле, в художественной литературе, русской художественной литературе, очень много. И иногда бывают очень интересные моменты, и мы с вами сегодня это увидим. Почему я, собственно, да, завела разговор об улыбке? Потому что, хоть и не так много фрагментов, посвященных, в которых есть описание улыбки именно в этом рассказе, но тем не менее они есть, и они являются определяющими для понимания того, а что за человек перед нами, собственно. Каков персонаж? Так вот, Липа. Липа, она же Олимпиада. Она же, да, а если мы с вами проанализируем значение имени, и жаворонок здесь неспроста, мы к нему еще вернемся, да. Вот характеристика, которая дается авторам. Тут еще очень забавная ситуация, Самада, поскольку выдали замуж, в общем-то, против воли. Ну, и тут тоже такая должна быть оговорка. Я говорю против воли, хотя на самом деле это скорее ситуация, как в... Помните, наверняка, старый фильм Александра Роу, что воля, что неволя, все одно. Вот это как раз-таки повтор этой истории. И, соответственно, да, на что мы здесь с вами обращаем внимание? Со своей детской улыбкой было похоже, что это тоже жаворонок. Да, я говорила вам о том, что жаворонок неспроста появился на слайде. Действительно, Липа ассоциируется с птичкой, а если мы с вами, да, не просто с птичкой, а с жаворонком, а если мы с вами вспомним традиции русские, то вспомним, что жаворонков пекли, встречая весну, да, и это такая божья птица, и когда мы смотрим на, собственно, тот образ, который автор нам предъявляет, то мы с вами понимаем, что это, да, такое олицетворение чего-то хорошего, доброго, хочется сказать, вечного, но тут немножко не та история. И вот эта тема небесная, она будет повторяться и повторяться. Не зря я сказала, обратите на имя, внимание, воспевающее небо, воспевающее богов. Да, это один момент. И опять же, вот этот мотив сравнения с жаворонком Липы, как существа небесного, как существа парящего. Липа, хотя, если мы с вами вспомним текст, то, в общем-то, ситуации, в которой она могла бы парить, не представлено. Вообще они отсутствуют, такие фрагменты. Опять же, улыбка, которая характеризует Липу, грустная, робкая. И обращаю ваше внимание на глаза, да, почему обращаю на это внимание, потому что мы с вами знаем, что когда задействованы глаза при улыбке, то эта улыбка искренняя. Что касается Варвары, хотя Липу мы с вами не забываем, мы к ней еще вернемся. Варвара мы помним супруга главы семейства. Да, девушка Варвара, уже пожилая, из хорошего семейства. При этом, когда мы с вами обратим внимание на те характеристики, которыми наделяются женские образы, они все красивы. То есть нет ни одной женщины, которая была бы не хороша собой. Они все красивы, но при этом наделяются разными характеристиками. Варвара, опять же, имя, да, если мы с вами попробуем перевести чужестранка, варвар. И она чужая в этом семействе. Помните, да, те описания, которые даются с появлением Варвары? Появляются какие-то новые люди. Она делает какие-то, пытается делать какие-то добрые дела. Да, то есть что-то происходит, быт облагораживается. Но это было бы хорошо и замечательно, если бы те, ну скажем так, злые дела, которые творятся в этом королевстве, прекратились. Но нет, мы получаем просто параллельное сосуществование добра и зла. И получается, что то зло, которое творится в этом пространстве, в этом доме... А мы помним с вами, что в селе всего-то два было приличных дома. Один дом, это дом семейства, о котором мы с вами говорим. А второй дом управа. Все. И хотелось бы сказать, да, что дом преображается, но нет. Просто происходит, да, такая некая индульгенция. Отпущение грехов. Вроде бы как творится рядом что-то хорошее. И замечательно. Зло приобретает лицензию на существование в этом случае. Как ни парадоксально это звучит. И если мы посмотрим, да, на характеристику улыбки, которая дается, она ведь тоже очень показательна. Улыбалась приятно и ласково, оказалось, что все в доме улыбается. И наверняка у каждого из вас есть в опыте такие люди, которые одним своим существованием заставляют вас улыбаться. Просто потому что они есть. Есть такие люди, мне, по крайней мере, встречались. Когда человек появляется, и вокруг, независимо от желания, люди начинают улыбаться. Просто потому что. И эта характеристика также очень важна. Она как раз-таки позволяет нам... То есть Варвара – это такое, да, какое-то промежуточное звено между Олимпиадой, Липой и Аксиньей. Аксинья. Да, она самая зеленая. Описание Аксиньи. Не зря ведь змея тут появляется. В этих немигающих глазах и маленькой голове на длинной шее в ее стройности было что-то змеиное. Зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи, глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Не хотела бы я, чтобы меня так описывали. Честно вам скажу. Да, почему? Потому что уже само по себе сравнение с змеей дает нам очень многое. Гады у нас с чем ассоциируются? С чем-то нехорошим однозначно. Мы сразу же забываем, что одна из ассоциаций со змеями это мудрость. Потому что здесь она не актуализируется никоим образом. Здесь как раз таки актуализируются смыслы негативные. Только лишь. И, соответственно, мы каждый раз сталкиваемся с вот этой змеиной характеристикой и с улыбкой. Два очень важных момента. Будет еще один забавный момент. Да, вот опять же, фрагмент другой, который позже в тексте встречается, но тем не менее, опять змея. Змея вытягивала шею, как змея из молодой ржи и улыбалась наивно и загадочно. Вот здесь мне хочется обратить внимание ваше на характеристику наивное. Что такое наивный? Что такое наивность вообще в нашем с вами представлении? Доверчивость. Глупость. Да, нежелание зла. Незнание даже зла. Простодушие. Может быть, и органичность, и естественность зла, которое от нее исчезает? В данном случае, да. Потому что, если мы с вами посмотрим на дальнейшие характеристики, да, вот опять же, на лице постоянно играла наивная улыбка. Ключевая позиция. Глаза, которые не мигают или мигают очень редко. И наивная улыбка. То описание, которое дает липа. Та характеристика, которую дает липа Аксине. И теперь Аксине, боюсь Илья Макаровича, ну ничего, все усмехается, а только часом глядит в окошко, а глаза у нее такие сердитые, горят зеленые, словно в хлеву овцы. Очень необычное сравнение. Да, и кроме змеи, мы видим еще и овцу. Можно было бы, опять же, если мы мыслим в категориях библейских, сказать, что где-то там Агнец пробежал, но такой получается перевертыш. И что еще интересно, если мы говорим об Аксине как о начале демоническом, то, не знаю, обратили ли вы внимание, но, помимо того, что сравнивается со змеей Аксине, это ее постоянная характеристика. Характеризуются ее движения, они всегда очень быстрые, порывистые, да, это такой вихрь, который все сметает на своем пути. И, соответственно, это тоже, да, играет на вот эту позицию, демоническую, да, позицию зла вселенского масштаба и так далее. Плюс, опять же, если мы с вами проанализируем значение имени, то значение имени Аксине очень близко к имени Варвара. Тоже чужестранка, чужая, хотя в некоторых источниках есть переводы как гостья, но скорее чуждый, недоброжелательный. И здесь актуализируется именно вот эта история, да, потому что все те действия, которые Аксине совершает, они хороши для нее, но они не всегда положительны для окружающих. Иногда и являются роковыми. Да, ведь, смотрите, собственно, кульминация, да, та самая седьмая часть, когда глава семейства вносит изменения в завещание, и, соответственно, имение отходит тому самому Никифору, новорожденному. И, да, что происходит? Аксинья не находит ничего лучше, как умертвить младенца в порыве, да, мы бы могли сказать с точки зрения юридической практики, что она действовала в состоянии аффекта. Да, и возвращаемся мы к нашему началу, да, вот та самая радость, ну, условно говоря, от того, что было содеяно. Для нее это хорошо. И она мыслит именно такими категориями. Если мы с вами вспомним, да, ту сцену, которую она закатывает своему свекру, и рассказывает о том, что она у него работница, а не член семьи, то вот это все как раз таки укладывается в очень стройную систему. А вот теперь про Никифора, да, и я говорила о том, что мы еще раз вернемся с вами к клипе. Никифор, несущий победу, и некоторые ученые, не зря здесь помещен Георгий Победоносец, некоторые ученые проводят параллель именно с этим образом, да, учитывая, что Аксинья – змея, да, а Никифор тогда становится, учитывая значение его имени, тем самым победоносцем. Но в рассказе мы с вами получаем перевертыш «Побеждает змей». И тогда Липа при актуализации вот этих смыслов и ее близость к небу, как жаворонка, она получает еще один мотив Богородицы. Какой-то у нас с вами такой очень интересный сегодня получается рассказ, если бы не могла подумать на самом деле, что мы так много будем говорить о библейских мотивах. Но какие-то вещи, вот они просто складываются, да, в некую такую систему, которую просто нельзя игнорировать. И вот этот перевертыш, да, вот опять же, снова смотрим, да, завершение фактически, одна из последних частей рассказа, и снова мы видим Аксинью, да, это вот та самая рефлексия. Все говорят про Аксинью, что она забрала большую силу, и правда, когда она утром едет к себе на завод с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Когда она приходит на почту, то начальник почтового отделения вскакивает и говорит, ей покорнейше прошу садиться, Ксения Абрамовна. Да, и вот тут еще один мотив проявляется на самом деле. Помните, есть в традициях такая позиция, когда охотник, да, кого-то убивает, он приобретает силу побежденного. Условно говоря, здесь происходит та же самая история. Но Аксинья забирает силу, собственно, всего дома. Ведь изначально, да, мы с вами мало говорим о мужских образах, только Никифора более-менее подробно разбираем, но Григорий Цибукин, глава семейства, он-то как раз-таки символизирует ту самую силу, потому что именно благодаря ему этот дом, в доме творятся нехорошие дела, именно благодаря его позициям, да, семейство занимает то место в селе благополучное, именно благодаря Григорию. И в конце Аксинья его выгоняет из дома, как человек, как отработанный ресурс. Да, она от него избавляется. Это то, что уже мешает. И очень символично в этом плане последняя встреча Григория с Липой, ее матерью Прасковьей, которые, собственно, в итоге его кормят. Да, потому что не остается у него ничего. И это, знаете, такое, получается, не скажу, что кольцевая композиция, но тем не менее замыкается ситуация на саму себя, такое короткое замыкание, если можно так выразиться. И это тоже очень интересный момент. Да, собственно, кульминация. И что еще здесь интересно, о чем еще нельзя не сказать, что, несмотря на Аксинью, которая является действительной виновницей смерти Никифора, обвиняет-то глава семейства Липу, ей он говорит, что она внука-то не уберегла. И мы с вами видим очередной перевертыш. И получается, что весь рассказ построен на такой модели перевертышей. Змея побеждает Георгия Победоносца. Виноватый оказывается в чести, а невиновный оказывается в сознании рядом находящихся виноватым. и таким образом, получается, показана, да, условно говоря, некая такая правда жизни. Да, мы в самом начале с вами сказали, что это история, в которой добро не побеждает. И, да, опять же, когда мы с вами говорим, да, о вот этих моментах, вот это мы разбирали, мы смотрим на очень многие позиции и смотрим, как плетется ткань повествования. Если брать и обращаться, собственно говоря, к тексту, то можно, в общем-то, привести еще ряд моментов интересных. Но мне бы хотелось выслушать ваше мнение. Я рассказала вам свою, да, интерпретацию, но не факт, что она верная. Возможно, что у вас возникли вопросы. Ну, я думаю, что Чехов мог этим рассказом предостерегать. Не то, чтобы он говорил, да, о том, что это реальность. И я склонен считать, что здесь он вставляет, ну, как бы для того времени очень важный символический момент, и не только символический, это, ну, некое антисенитское все-таки высказывание, о котором он не мог не думать по стопам Достоевского и других, потому что тогда это было очень явно. И, возможно, он так завуалировал, ну, как бы, некую опасность, хотя мы все понимаем, какую это имеет нагрузку, да? То есть, естественно, я не сторонник этого мифа, этой идеи. Я говорю, что это может быть. И мог он там ставить. Такую штуку. Потому что, ну, естественно, тогда размышлять. Безусловно. На эту тему. Вот некая Русь, как бы, с подрезанными крыльями. И для литературы мысляя этого времени такой мотив он существует. Да, беду. Вот опасность некого иного влияния, чужеродного влияния другого народа и так далее. Что вот украдено будущее. Да, очень интересно. Вот это спрятано в огонь. Но оно потому и спрятано, что он мог сам не думать об этом настолько явно и убояться своей мысли. Или же считать ее совсем, ну, очень такой, как бы, спорной. Да. Очень интересная точка зрения, Вадим. Я с этой позиции не думала, честно вам признаюсь. Действительно, очень интересно. Я еще просто добавлю, что у меня ощущение от Чехова вообще. Это ощущение, что он чувствовал какую-то большую трагедию общества, не готового к изменениям. Да, безусловно. И во всех его произведениях это сквозит. То есть, вот этот некий мир, он видел его хрупкость. Да. И в потенциале видел его гибель. Это почти во всех произведениях. Да. Это мое ощущение. Я с вами соглашусь, потому что действительно у меня тоже ощущения примерно такие же. Немножко иначе я их вербализую, но в целом, да, конечно, потому что трагичность, которая присутствует в практически всем творчестве чеховском. небольшая ремарка. Мы делали несколько лет назад проект, который назывался «Концептосфера Чехова». Мы работали с концептами, с понятиями ключевыми, которые реализуются в творчестве Чехова. И на мою долю выпал концепт счастья. И вот, надо сказать, счастье у Чехова очень печальное. Одна из ключевых цитат Чехова, которая как раз таки касается счастья, что за дверью каждого счастливого человека должен стоять человек с молоточком, который будет напоминать о том, что счастье конечное. И еще один мотив, такой очень явный, чеховский, счастье – это отсутствие несчастий. И когда я с этим столкнулась, мне как-то очень печально стало, потому что мое восприятие счастья принципиально иное. И когда смотришь и видишь вот такое восприятие счастья, да, оно, безусловно, имеет право на существование, но понимаешь весь трагизм вообще ситуации, конечно. Там есть такая фраза. Значит, сейчас скажу. Им было хорошо, в первую очередь это и на мать, и на небе. Да, и Липе. Им было хорошо сидеть здесь наверху, хотя они на самом деле сидели на земле, да? Просто вверх, да. Просто вверх, да. А сейчас они улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз все-таки надо. Точка. Следующее предложение. Наконец вернулись они домой. То есть вниз это обрак, но тем не менее есть вот эта серединка. Это не небо, но это нормальный управень землей. Да, 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 да. Это есть тот момент, как Липа, конечно, не воспарила, но тем не менее он максимально приближен к моменту, потому что там описывается буквально экстатическое состояние ее и матери, да, после этого. Да, да, да. И они рассказывают о том, что они чуть ли не небожители. И там даже есть момент, когда прям большой абзац с удивлением тому, что Липа сама поверила вдруг тому, что она тоже чего-то там стоит. Да, 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 да. Она беспокоилась по поводу фразы Елизарова, кто там старше тот, кто работает и терпит что-то в таком духе. Она подумала, что она намного терпит и работает, а она может быть тоже старше, да, то есть лучше. Ну, кстати, вообще, да, если говорить о мотиве терпения, он же тоже очень хорошо реализован в этом рассказе, потому что Липа вообще фактически тварь бессловесная, которая разговаривает только с костылем, да, который... Да, который как раз таки рассказывает любимая его присказка «Топорики мои любезные», что, в общем-то, тоже довольно показательно, да, и вот этот мотив топора, как гибели какой-то неотвратимой причем, он тоже вплетается в ткань повествования. Вообще, если говорить о дороге как таковой, да, надо вспомнить биографию Чехова, он же очень много путешествовал, и, естественно, это не могло не отражаться в его произведениях. И те дороги, которые есть здесь, они связаны с разными ситуациями, да. Одна дорога – богомолье, другая дорога – после смерти ребенка, да, и так далее, и так далее. То есть дороги разводятся по... ситуативно. Мне, например, очень интересно, что смогла увидеть ты по другим позициям. Первое, что немного удивило, да, отчасти, что белый цвет, он обычно воспринимается как относительно положительное явление. Но, в принципе, и в первой части рассказа, там, белая цель, как сказано, в общем, нет, вполне себе вроде как нормально. Потом появляется туман, который тоже написано, что он белый, да, прям густой-густой. Уже сомнения возникают. Когда начинают происходить все дурные события, вроде ареста Анисима и смерти Никифора, да, сказано, что побелела Варвара, которая была посерединке, да, то есть она была быть на пути ближе к добру и на пути к злу. И побелел, собственно, и сам Григорий. То есть там, ну, как бы белый, постоянно с цветом лица очень хорошо ассоциируется с туманом, который покрывает, то есть там тоже несколько раз возникает, туман тот, который скрывает, падает, вот, по врагу скрывает село, и туман в мыслях, да. Там есть фраза о том, что старик говорит после возвращения, после суда, да, вот, Танисима говорит о том, что в голове туман, что-то мысли что-то затуманились, что-то смешались, что-то в этом. Да, есть там такое мнение. То есть, как бы, белый, он вполне себе отрицательный, там, какого-то нового текста, да. А что же, ну, как бы, должно же быть что-то противопоставлено? Вот. Не знаю, насколько противопоставлено, потому что доброго цвета я не нашла. Вот почему я и хотела узнать? Может быть, кто-то себе нашел пациентовые гаммы, потому что за вот, да, сказано, дикий цвет, мрачный цвет, то есть, не очень положительно, да. Там зеленый-желтый, который был окрашен в осене. Сразу, да. Да, совсем не то, что нужно. Вот. И, собственно, на этом цветовая палитра, в общем-то, и завершается, да. То есть, неужели нет никакого... Смотри, там есть еще желтый применительно к... Нет, другой желтый. Желтый применительно к описанию Никифора. Если вспомнишь описание ребенка, которое дается, там идут характеристики желтый-желтушный, вот что-то такое. Он был очень... Тоже, кстати, интересный момент, да. Условно говоря, аллюзия на Георгия Победоносца, но при этом описывается хиленькое дитя, которое априори не жизнеспособно. Хотя, если вспомнить отношение матери к нему, да, здравствуйте, Никифор, хранисимовичи, вот эти поклоны и так далее, вот вырастешь мужиком станешь и прочее, и прочее, да. То есть, вот опять еще один такой перевертыш. И вот там желтушный, он как раз таки не несет негативность, но там не совсем желтый. То есть, там другое прилагательное, да, используется, но применительно к коже, да, там применительно к костюму и совершенно другая история, потому что, да, зеленое платье с желтой вставкой. Ну, вот такой момент тоже можно. Еще есть красный кирпичный, да, по-моему. Ну, красный кирпичный, он... Понятно, что он не положительный. Да, он не положительный, это некий символ достатка, безусловно, учитывая, да, там рост, собственно, производства этого самого кирпича, близость его к железной дороге и так далее. То есть, там положительных моментов маню. Ну, вот, кстати, вот такие небольшие, там немногочисленные описания фабрики, фабричные крыши, там и так далее. Вот какие-то аллюзии с Молохом у принат, они имеют место? Ну, я даже посмотрела, да, этот рассказ написан в 1900-м, а на 4 года раньше было публикован, собственно, Молох. Ну, вполне возможно. Тут прямо вот атмосферное описание, да, вот оно прямо на 100%. Ну, тут еще вообще надо говорить, что фабрики как таковые, в принципе, и описание их в художественной литературе, оно, как правило, негативно. Да, то есть, вот этот технократический пейзаж, плюс какие-то, да даже сейчас, если мы посмотрим художественные фильмы с вами, где происходят самые такие кульминационные бои и так далее, это обязательно какой-нибудь технократический пейзаж в стиле сталкера, заброшенный завод, ангары какие-нибудь и так далее, и так далее. Это ведь тоже не случайно, да, это такая некая традиция, изначально литературная, а потом уже кинематографическая, которая, ну вот, связана с теми смыслами, которыми мы наделяем вот это пространство, этот топос. Потому что я ошибаюсь, достаточно оценочное описание к синюю у него, он как бы вот, его личное отношение просто просматривается, а обычно он как бы разбирается. Да, я с вами согласна, обычно дается очень такая нейтральная характеристика персонажа, так как вот мы говорим, что нет хорошего и плохого, да, все зависит от точки зрения, и Чехов, как правило, очень объективен к своим персонажам. Если там брать вот тот же рассказ жена, который мы с вами, который мы, ну вот, с некоторыми из присутствующих разбирали в прошлый раз, там представлен, представлено повествование сквозь призму главного героя, главный герой мизантроп, но при этом он такой, он очень рефлексирующий, очень думающий, анализирующий свое поведение, и не возникает у читателя негативной оценки по отношению к этому персонажу. Да, он там проходит через огонь-воду медные трубы, и в итоге обретает себя, находит покой и так далее, а здесь, конечно, такая очень четкая позиция, которая практически не допускает иного толкования. в первую очередь, я для себя, я скорее, наверное, не библейский на книгу о людях, ну, в смысле, библейский о людях без всякого сомнения, да, но мне в этом видятся немножко другие вещи, я много читал про религии, вообще, где много богов, как бы, христианские, христианские, но, крещая старые, вот, и там, если бы, ну, опять, по моему разумению, да, если бы в христианстве есть какой-то такой вот там бог, и все, и где-то там безус, там всякое, то, в христианских, там, сколько-то очень живое, в общем, для антейсиков, в виде сейчас, как-то, сосы, там, эти, светлые, темные, непостаси, кто плохой, кто хороший, вообще не плохой. Не понятно. Да, вот, что все такое. И идея наивности как, опять же, на мой взгляд, это убрано, а в тех старых идея наивности как идея о том, что это в хорошем или плохом смысле одержимость. Одержимость как возможность человеку, скажем так, без какого-то очень сильного человеческого эго, подключаться куда он будет, по большому счету. Слушай, у тебя есть шамана, ты что-то куча духов, и, пожалуйста, ты подключаешься к этому, ты проводник вот этой идеи. Вот. И, например, если здесь вот эта самая синяя, собственно, здесь нет противостояния людей, а есть вот человек, который нечеловечен. Ну, например, если это за грани. И тогда, например, человек, описывая ее, ну, как сказал в предыдущих рата, излишне критично, описывает не человека, а описывает вот ту самую большую... некую сущность. Да, да, да. То есть, вот, когда мы разводим по полюсам, условно говоря, добро, зло, мне кажется всегда, что... Ну, это такая, несколько ущербная позиция. Почему? Потому что, да, ну, вот как там, вечно, когда работаю в русле профайлинга, всегда говорю, ребят, ну, это, конечно, хорошо, когда мы, там, геройки вешаем, там, свой, значит, хороший, плохой, значит, да, чужой, значит, плохой. Но ведь этим же не ограничивается восприятие мира и люди. Просто другой. Другой это не значит плохой, да, это просто иной, который не вписывается, там, в мою модель мира. Но это не значит, что это минус. Вот как-то так, наверное. Ага, вот, да, согласна. Это больше подходит, да. Ага. И тогда получается, что вот здесь вот... Аксинья. Аксинья. Ну, причем она вот здесь вот, наверное. Ну, как бы не синяя там высоко. Ага. Ну... Почему там не так? Ну, смотри, тут опять, да, если подключим мы вариант оценки, то, наверное, с ее позиции, да, из ее карты, то она действительно будет вот где-то там внизу. А с позиции восприятия ее другими персонажами, она, конечно, поднимется выше. Ну, вот, мне так кажется... Ну, это они вот где-то прям тут, наверное. Ну, да, наверное. Просто я так предполагаю, что там на ее кофе больше никого нет. Детет только если, ну, после всего того, что не развитость. Ну, а там непонятно пока, мне кажется, да, потому что, ну, слишком мал век существования ребятенка для того, чтобы... Да, остались, вот там причем... Да, Варвара однозначно, конечно, она порядок, да, она гармонизирует пространство, это совершенно однозначно. Ну, не знаю, Липа, мне кажется, где-то посередине, как и Никифор, но только в эго-плюс, ну, потому что, да, она, собственно, ничего... Ну, тут она не противится зло, она не плюс, не минус, не вот, ну, как-то, то есть не порядок и не хаос. Ну, вот, мне кажется, да, что где-то как-то так она на той же оси будет. Я могла понять, почему у меня полное ощущение какого-то дежавю. Вот мы сейчас обсуждали, и у меня вот такой вот какой-то ковырял у меня ковырял, и я вспомнила. У Марии Садриона и в исторической сводке очень хорошо описано. Вот вспомните сына Филиппа Красивого, Людовика X, его жену, вот такую же, как Липа, вот такую всескромную, которая ни с кем не говорила, такой всесамкнутый. И как графиня Артуа, которая в итоге выпнула это Филиппа Красивого, и этого Людовика X, отравила младенца. То есть вот это вот, оно прям вот очень-очень-очень подходит по смыслу и вообще по событиям, по персонажам, по героям. Очень хорошо и очень похоже. Я вот прям не знаю, я очень давно это читала, у меня просто оно всплыло, и всё. Ну это же, знаете, к вопросу о том, что всё в нашем мире повторяемо, сюжетов литературных вообще всего семь, как нот, да, тут не разгонишься в этом плане, например, почему мои друзья очень не любят со мной смотреть кино. Потому что, ну вот это вот, откуда ты это всё знаешь? Я говорю, ребята, читайте больше, и вы будете знать.